Семья выросла. Детский дом номер один, объединенный с третьим, встречает гостей. Несколько лет подряд областной департамент строительства помогал детскому дому поселка Никитинский. Теперь у строителей-подопечных стало больше. Воспитанники приготовили для гостей небольшое представление, чтобы взрослые тоже немного поверили в чудо. Раз, два, три! Елочка, горит! Шефство – дело не только благородное, но и ответственное. И это не мимолетная помощь в виде подарков к празднику. Общественная деятельность шефов охватывает все бытовые стороны жизни детского дома. Что-то заменить, отремонтировать, оказать финансовую поддержку. Вот и в день приезда с хозяйским подходом строители побеседовали с руководством учреждения. Сегодня в детском доме воспитывается почти 80 детей, более половины из них временно. Есть и совсем малютки – до года. Их мамы и папы пытаются выйти из кризисной ситуации, бросить пить, найти работу и вернуть детей. В социальной адаптации помогают специалисты. Тем временем в учреждении стараются создать воспитанникам все необходимые условия проживания. Если мы когда-то Никитинку начинали, и за счет средств строителей потихонечку-потихонечку мы ее провели в достаточный порядок. Ну, с учетом того, что у нас происходит объединение, и нам попал в целом пир, уже большой детский дом. Пусть он состоит из двух частей. Я думаю, что в будущем, пусть не сразу, но мы потихоньку-потихоньку этот детский дом проведем в порядок. Если организации, как департамент строительства и губернатор нашей области уделяют внимание детям-сиротам, я думаю, что Новый год принесет удачи, счастья, благополучия всем, особенно нашим деткам. Канун Нового года – время мечтать о чудесах и подарках. Для воспитанников детского дома номер один волшебство только начинается. И главный подарок их ждет не под елкой, а в объятиях родных людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова